так уважаемых гостей из абакана я привел на участок номер 3 молодой участок здесь все посадки после 15 года так смотрите сюда выбираем естественно порошко с ней вот такой вот яблочко она сама упала почти всего держите положите в холодильник сейчас есть рано это зимняя пусть месяц полежит потом оцените самое обидно что у нее название антону 400 граммов и но бывает не дотягивает вот сейчас грамм 250 300 но вот на год не приходится попробуйте потом ладно вот антоновка номер два та 400 граммовая а это антоновка обыкновенная название вроде такое простое антоновка обыкновенная а знаете какое чудо все зиму лежат вот идем дальше значит вы уже отторговались все что хотели купили правильно приехали чуть ли не пятый раз но на всякий случай роскошные непривитые колесо собственные персики вот 1000 рублей это уже по нынешним временам это это ни о чем вот так теперь смотрите пока ничего не говорите буду брать не буду просто показал он видите вот здесь был выкопан саженец вот и так с комом с комом земли уехал видите какая земля хорошая с комом земли и уехал вот теперь идем угощаться я вас привел для того чтобы угостить я постараюсь угощать тем чем еще никого не угощал ну может как но в общем все фильмы не повторялись одно и то же вот кстати здесь где-то у меня повесили первое смотрите видите да посмотрите видели красота а теперь смотрите что получается это груша лютневая так почему я вам показываю ей кто-то сказал и бы или они что это они сказали грушам пятый год сегодня плодоносили они а эти минусинцы посмотрите раз два три четвертый год первый урожай это есть норма ну не повезло им да потому что такое пересадка корни обрублены пока восстановится так что пусть спасибо скажу живы правильно так теперь вот сюда ну-ка угощайтесь вот этот сорт называется баргузин мне интересно дело том что я практически ими перестал заниматься это я маме возьму а сейчас не хотите попробовать мне интересно я маме возьму один я продегустирую давайте почему потому что я ими перестал заниматься можно вкусно вкусно слава богу это сорт баргузин дело в том что они пару слов лучшее дерево вот это это уже третье поколение за 40 лет я потерял два поколения показываю как это ну вы поймите что показываю вам я показываю всем вот смотри сюда захотел я отрезать веточку на прививку уговорили проклинаю себя смотри что получается стоит туда стоит только начать и уже под угрозой все дерево а приходит поднимает поднимает они никак не кончится и вы еще похвалили правильно вкусно вот и получается что я из-за этого ой слушайте а как она упала это же слива как она накололась накололась да здорово я тут ветер был так вот так вот получается так форму холловидную сохранить невозможно прививка наклоновая подвое это туфта дичайшая страшно одна из страшнейших мне сегодня с утра позвонила женщина купи колоновидную пришлось ей прочитать лекцию мою примерно ну вашу то есть на основе вашей игры такая вот ну знаете ерунда не ерунда это просто маркетинговый ход не надо это все дед ну если хочешь куплю привезу ну думать человек пока все понятно теперь у вас в абакане только вот объявление было вчера и уже не первый день у вас в районе дворца железнодорожников огромная выставка продажа саженцев да я был там 95 процентов из них умрут да согласен согласно вроде бы начальник болтун нет я посмотрел дум и нет не буду не буду там брать и поехал все правильно но вот же люди которые с минусинского которых саженцы же имел бы восхищается правильно я же их дни для вас специально не привез чтобы вас убедить нет я говорю они то с минусинской я же и специально не не привозил чтобы вас убедить правильно хочу вас убеждать в который раз приехали ладно да то там вас ждет пару персиков но они сейчас только снял последние и там они лежат я вас укачу если не забуду идем сюда один из супер сортов сливы ах упала наконец-то ну-ка поднимите вот чтобы видели что это все не шутки самые крупные воланы не смотреть сюда дайте молдову чеку сорвем может себя правда это как это отрава попробуешь это персиковая мичурина слива персиковая мичурина ну-ка это покажите вашу физиономию еще не пробовали я пробовал ваши у меня два чернослива растет а сейчас скажу как крупная шаш и нарушеведная еще какой-то был не помню сейчас тут тоже ваши два я брал у вас пять лет назад ну короче размеры такие же отличается но тоже крупные бальзам на мою душу хорошо что никто не подумает что я вас подговаривал идем сюда а нет вы упомянули сорочинскую хотите ее это венгерку богатырскую она мне на абрикосе вот это получился клон дайте я тоже угощу вы как я люблю знаете почему угощать я хвастаться люблю вот ну-ка твердые зараза сейчас найду помягче а вот держите это скажите она они похожи сорочинская богатырская не родственники попробуй попробуй твердовато или ходите домой возьмите там угощите ну вас уже не удивить вы уже свои дети так идем дальше так ну уже знаете представьте художника нарисовал джоконду допустим и оставил себе дома и никто не видит так они она стоит там 10 миллиардов бывает такое сам любил хвастаться надо если есть чем да было бы чем это делиться хорошими эмоциями вот она космическая здесь она отстает потому что тень чистая тень смотрите мы к тени стоим за это она уже давно поспел и переспел вот она космическая да вы думаете а чё ты хвастаешь там 10 штук тут три штуки это молодой сад самый молодой вот это я экзамен сдавал знаете как давал экзамен 20 лет уже людей учил а потом думаю господи взял вот эту участок купил за миллион переплатил капитально но нам главное рядом и сказал себе я выращу еще один сад что я не постарел что я не разучился что все что я говорил это все делается так теперь ни одного капля яда ни одного кроме при посадке полива ни одного удобрения то есть ничем не ну было за вас печки девать некуда рассыпал вот это единственное вот покажите мне следы болезни весь мир страдает от этого самого от манилиоза а я смотрю господи боже мой где манилиоз смотрите груша культурная груша культурная вот абрикосы привитая вот видите причем знаете как интересно привитая вот прививка смотрите вот она смотрите вот это получается абрикос а вот это судите бедка выросла за два метра с лишним за один год я второе поколение как я первый вырастил часть погибло несколько пошло а дальше включая в свою эту теорию настояние ментора можно услышали таком вот кстати ваше образование какое то опять наш человек но я говорю мы технари делаем все в садах это мы двигаем науку и так вот эту прирост второе поколение посмотрите как совместимость биологическая хвост извините смотрите видите смотрите смотрите сюда вот смотрите она прививка вот 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 смотрите тут я была 2 мертвая смотрите вот она смотрите видите а первое вот она венгерка богатырская совместимость есть если венгерка просто обогнала родные ветки смотрите как вот и это стопроцентно биологическая совместимость это сумасшедший урожай это потому что мы абрикосами нажрались тут уже вы видели здесь на рынках продают абрикосы а попробуйте в эту сливу которую вот эту вот есть простые китайки то есть пришлось идти от обратного казалось бы вершина успеха это абрикоса вершина на мысль я сказал себе а если мы из сливы сделаем супер сливу привычную для сибири это еще шаг вперед это не назад шаг абрикосы абрикосами сейчас никого не удивишь от сливы конечно вот такой да это получается не шаг назад а шаг вперед конечно шелковица пошла мне интересно посадить пошла вот таких знаете сколько единицы до сих пор пойдемте сувенир востока угощу тут еще парочка и оставлял я уже собирал люди требуют косточки вот это упала звука а вот на дереве есть попробуй угощать как тебе посадим на будущий год ну как тематю отличается ничем главное сколько в нем этого соку да я каждый раз когда у меня таких несколько сортов вот я только в рот и ввесь я прямо до этого это какой тур сувенир востока ну теперь пойдем персик вообще угощу и хватит мне надо еще порох для других оставить вот смотрите это здание востока посадка . 15 год вы и туда вон туда сейчас вот абрикосы каталинский уж это то минус 50 выдержит уже это то в каждом саду должно быть посадил несколько не только в саду это должно быть на улице на улице как сорняк растим да она же ни хрена ну почему нигде нет значит сегодня у меня вебинар да я как делись как с коллегой для меня все технические люди это свои ребят так вот значит а у нас вот может и был такой климат заметьте климат виноват что абрикосы больше трех-четырех лет не живут в адмурте а я вежевский селекции читал семинар настоящий проводил что там делается то научились гробить а потом жалуются ну давайте еще персик попробуйте а там что ничего еще не пробовал так вновь иди сюда вот это я собрал сюда два последних вот давайте так один еще кому-то оставлю но уже стыдно уже по-другому вот такое вот чудо это ночью все удобно а то знаете нашел все которые кисловат я утрен с рынка попробую купи на базаре и кисловат если в нем не было кислинки он бы не был таким вкусным это также как вот это вот покажите вот у этой сливы до сливы богатырской какая она еще твердая вот значит главное это не вот эти слащавой китайки у меня приятель вырубил китайки говорит не могу есть сильно сладкий вот так жили вот закрались а это с кислинкой а знаете каких едят они на зубах хрустят как яблоки ну чё значит так посадим на будущий год а вы не поняли косточку в карман и попробуйте выбросить я сразу вас уволю понял понял в рикос по этот как у персик посадим кусочек так теперь смотрите дойдем пакет тебя смотрите я ничего не там видели я провалился с продажи книги здесь скорее все я провалюсь продажи персика тысячи рублевого поэтому я не буду ждать ваши реакции отключаю пусть все думают что я его продал